День добрый 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 Мы ничего не создаем Мы глобальное, брутальное, наглое нарушение основных законов экономики Мы здесь с вами существуем для того, чтобы цены всегда росли И мы с каждым годом жили все хуже и хуже Но мы считаем, что мы обманываем их День добрый Их. Завтра тот из вас, кто слева от вас, обманывает вас. Все наши профессии, все наши профессии очень легко заменить простыми скриптами и очевидной оптимизацией бизнес-процессов. Вы же понимаете, коллеги, что уровень жизни растет тогда, когда мы исключаем наслоенные друг на друга лишние сущности, за которые каждый день мы платим деньги. Как вы думаете, насколько можно было бы уменьшить налоговую нагрузку в стране, если бы устранить чудесные всем вам известные десятки очень полезных и нужных учреждений, существующих для того, чтобы вы стояли в них в очередях? Каждое из этих учреждений работает за ваши деньги. Каждое из этих учреждений работает за мои личные деньги, как налогоплательщика. Я десятки тысяч денег в месяц отдаю за то, чтобы работали неэффективные структуры. И то же самое мы делаем в интернете. То же самое мы делаем в интернете. Золотая лихорадка. Что самое смешное? Как вы думаете, потребителю 10 интернет-магазинов действительно лучше, чем один? Кто экономику хоть немножко учил? Господа, если в стране будет один интернет-магазин, он будет закупать монопольно, он будет иметь самые лучшие контракты, самые большие объемы поставки. Соответственно, самую низкую минимальную цену закупки. Естественно. А заговора не будет, потому что у вас, простите, деньги не безлимитные, они у вас не резиновые. Заговор уже не случился. Если вы верите в заговор монопольный сговор, например, EBS, EBM, ну, если вы в это верите, или Амазона с Амазоном, то тогда, пожалуйста, найдите мне признаки здоровой конкуренции в двадцатках интернет-магазинов. Покажите мне, как они ценами конкурируют, а я поржу. У всех же цены одинаковые, вы же это знаете прекрасно. И только есть один, который продает за липуху на 100 гривен дешевле, и есть десятка самых лучших, которые продают дороже. Они вам продают интерфейс, удобство использования, дружественное к вам отношение, и вы прекрасно платите за это деньги. И никакая традиционная экономическая конкуренция не включается. Понимаете, в чем дело? Один, один магазин, один магазин, который продает дешевле, и вы все в него перейдете, который продает дешевле, и при этом имеет самый лучший уровень сервиса. И все остальные автоматически не нужны, когда не нужны, если всех нас выгнать. Если нас, маркетологов, прогнать поганой метлой, чтобы мы перестали каждый день за ваши же деньги, вложенные в стоимость товара, сверлить вам же голову, что вот этот второй магазин для вас однозначно лучше, чем первый. Мы же-то за ваши деньги делаем, деньги из воздуха не берутся. Смотрите, клевая штука. Фонды бизнес-ангелов. Офигительная вещь. Мы все так верим в этих милых, добрых, чудесных людей. Они же, безусловно, поддерживают начинание стартаперов. Безусловно, они же делают это потому, что они за будущее, они за наше светлое будущее, за человечество в целом. Безусловно, они это делают не потому, что внутри собственной компании, крупной, например, Гугла, стоимость запуска стартапного проекта заведомо в 10-100 раз превышает стоимость денег, которые можно дать самомотивированным хомячкам. Смотрите, какая прелесть. Вы сами придумываете идею. Вы сами проверяете ее на подопытных кроликах. Вы сами без денег ночами сидите, это пишете и рисуете. Вы же сами приводите первую клиентскую базу. А потом доказываете мне, что это работает, и я прихожу и достаю из кармана деньги, которые для вас космические, потому что вы их никогда не видели. А для меня это 1 третья, 1 пятая, 1 десятая реальной стоимости планирования, проработки и внедрения этого проекта в моей компании. Я говорю, давай сюда. Я могу 20 таких проектов купить на самом деле. 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов. За сколько вы продаете свои стартапы, господа стартаперы в зале? Мы с удовольствием будем покупать. Все, кто стоят на стороне крупных корпораций, которые интересуются развитием новых продуктов, с удовольствием платят за это деньги. Мы считаем, что это наша свобода. Они считают, что это их прибыли. Интересный баланс. Но будущее не в пользу спекуляций. Господа, нас ожидает интересная вещь. Конец эпохи интернета. Я сегодня в конце выступления приведу вам два сценария, а вы с ними можете спорить, спорить со мной, с пеной у рта, задавать мне провокационные вопросы и быть заведомо уверенным, что я не прав. Я, как любой футуролог, цитируя Гарри Поттера, имею право так же брутально ошибаться, как Генри Сетчпол, который решил, что пришла пора для сырного котла. Я имею на это полное право. Но я хочу обратить ваше внимание на следующее. Первое. 90% запросов в поисковых системах сегодня ориентированы вовсе не на посмотреть сайты. Они ориентированы на получение конкретного знания или на выполнение конкретного действия. Это обозначает, что если сегодня пользователю, не переходя на сайт, будет предоставлена возможность совершать это действие или узнавать эту информацию, то он не будет переходить на сайт. Один примитивный, простой алгоритм, который позволяет сегодня Google или Facebook, но скорее Google, потому что им это ближе, уничтожить весь рынок веб-разработки для малого и среднего бизнеса в течение одной недели, максимум месяца. Какой алгоритм? Алгоритм примитивный. Этот алгоритм будет внедрен через 3-4 года, как только прибыли от AdSense и прибыли от встроенной рекламы упадут ниже той планки, пока в них еще имеет смысл играться. Механизм очень простой. Google начинает по запросу выдавать вам не ссылки на сайты, а то, что вы искали. Вот и все. Вы ищете купить кроссовки, он моментально трансформируется, верхняя часть выдачи трансформируется в обычную, привычную вам форму магазина. И даже подписано, от каких поставщиков, но вы не очень смотрите, потому что стоит звездочка Google Certified. Google подтверждает, что это кроссовки хорошего поставщика. За что вы завтра будете платить деньги, если вы бизнес, а не вы дизайнеры? За попадание в эту выдачу. Что вы будете иметь возможность сделать бесплатно? Вы будете иметь чудесные инструменты создания бесплатных интернет-магазинов от Google, бесплатных корпоративных сайтов от Google и бесплатных Вики от Google. Почему? Не потому что Google добрый, а потому что так вы сами будете в гугловскую базу данных вносить всю информацию. Своими собственными руками вы будете размещать информацию о своих услугах, о своих товарах, все свои информационные приложения, все свои актуальные сообщения и новости. Что сегодня делает проект Google Wallet, господа? Проект Google Wallet, электронная карта и электронный кошелек Google, сегодня, прямо сейчас, как только будет запущен во всем мире, уничтожает к ядриням весь рынок приложений, программ лояльности для мобильных телефонов. Это и есть основная идея приложения программы лояльности. Давайте мы сделаем клевую программулечку, которая будет хранить твою карточку, знать твои скидочки и предлагать тебе акции. А Google говорит, а зачем вам это надо? А действительно, зачем мне это надо? Если я покупаю в 20 магазинах, мне что, на свой несчастный андроидофон 20 программ лояльности установить? Зачем? Я, естественно, выберу одну. Я не хочу 20, я человек. Я это, блондинка, я не хочу ничего решать, я хочу платьечко. Веб никогда не был средой свободы. Кто из вас не читал концепцию глобального информационного пузыря, тот берет и читает. И убеждается в том, что веб так близок к сегодня правящим слоям мировым, не потому что это свобода, а потому что это антисвобода. Настоящая свобода, господа, это антибизнес. Сеть, как таковая, настоящая сеть, честная сеть, ту, которую мы пытаемся выковырять из того интернета, который нас окружает, но получается не очень. Настоящая сеть отрицает ценность политики. Вы это знаете прекрасно? Интернет аполитичен. Интернет за хорошую жизнь и ничего не знает о политических деятелях, ничем не интересуется и переживает сплетни. Интернет напрочь отрицает ценность потреблятства. Некрасиво, немодно в интернете быть потребителем. В интернете мы типа хотим выбирать по рациональным критериям и типа хотим покупать то, что мы хотим. Интернет отрицает ценность поп-культуры. Он поднимает нам с нижних слоев, с конца длинного хвоста Васи Обломовых, которые поют про то, что любит наш народ всякое говно. И мы все аплодируем, все вместе, и это прикольно. Facebook, Google, eBay, Amazon, другие крупные мировые корпорации платят за всю инфраструктуру интернета. Политические службы платят за системы контроля, фильтрации контента, великий китайский фаервол, глобальная российская спецоперация по нейтрализации революции через социальные сети. Выдаем дебильных лидеров типа Ксении Собчак, в которых никто не верит. Ставим на сцену со всех сторон облупленного Навального, популяризируем через интернет, и все, пар выпущен, никакой революции нет. Все предельно просто, господа. Какая свобода? Где свобода? Смотрите, что происходит? Элементарная вещь. Даем людям возможность самим вносить информацию в базы данных, и все деньги куда? Все деньги в дом. Почему? Зачем гуглу вы, если он не может заработать на рекламе вас? Зачем гуглу ваши частные бизнесы, если вы ему не хотите платить? Зачем? Незачем. Проще создать свой. А знаете, в чем самая главная проблема? Я говорил вначале о порочности инфраструктуры. Я говорил о том, что вот-вот ей придет хиндец этой инфраструктуре. Из-за чего он в частности приходит? Вы понимаете нагрузку? Вы сами, когда что-то ищете, вы постоянно попадаете на дизайнерские сайты. Вы попадаете на интересные интерфейсные решения. Здесь в зале мой товарищ сидит, которому совершенно небезызвестная дизайн-студия предлагает для его интернет-магазина, который сейчас пользуется популярностью, очень нестандартное решение по расположению кнопки «купить», которое, очевидно, приведет к снижению продаж процентов на 40. Потребитель не хочет нестандартных расположений кнопок. Потребитель не хочет креативного дизайна. Потребитель хочет унификации. И смотрите, что происходит. Семантический веб. Понятие знакомое, а семантическая паутина? 2001 год. Время появления публичного концепции семантического веба. Это то, что я вам сейчас сказал. Это когда ты даешь поисковый запрос, а тебе дают ответ. Не 20 ссылок, которые тебе не нужны, ни одна из них не имеет никакой ценности. Ты их перебираешь, ты считаешь, как клацаешь пультом на телевизоре. Все помнят, что случилось с клацанием пультом на телевизоре? Вы сильно сейчас любите свой телевизор и свои потоки рекламы в нем? Завтра вы так будете любить старый интернет, пока он не изменится. Семантический веб. Как только появляется, это конец всего, господа. Оптики. Закончилась. Чудесная, прекрасная, прибыльная индустрия. Search Engine Optimization. Что оптимизировать? Google решает. Ты заплатишь, ты будешь выдачей. Ты не заплатишь, ты не будешь. Все. Моментально. Оптимизируй, не оптимизируй. Голосуй, не голосуй. Это семантические алгоритмы, это нейросети, которые читают страницы и выясняют, есть у тебя там действительно о дизайне интерфейсов для Apple или нету. И является ли та информация, которая у тебя размещена, новой, дополняющей картину мира, имеет ли смысл собирать ее в реферат? Как вы думаете, сколько лет назад проверена и запатентована технология автореферирования на основе нейронных сетей, которая пишет абсолютно четкие, прекрасные, немного сухие рефераты на любую заданную тему из глобальной паутины? Сколько лет назад это запатентовано? 8 лет назад. 8 лет назад этот алгоритм показан. Сколько лет назад он разработан, не совсем понятно. Он есть. Уже сегодня для этого готово все. Следующий этап. Предиктивный веб. Это то, про что рассказывала Горенко со сцены. Это фактически сеть, которая угадывает, чего ты сейчас хочешь или пытается это вычитать. Как только появляется предиктивный веб, моментально заканчивается творческий интернет-маркетинг. Господа интернет-маркетологи, хреновая новость. Мы никому не нужны. Зачем мы нужны, если существуют программы, которые за потребителя помогают сделать решение, а мы его обмануть пытаемся. Это называется творческий интернет-маркетинг. Как хорошо обмануть потребителя. Следующий этап. Приходит интерфейсный веб. И веб-дизайн больше не нужен. Что такое интерфейсный веб? Это когда потребитель наконец окончательно достает уникальное креативное расположение кнопочки купить. И он хочет, чтобы все интерфейсы были унифицированы. Кто сейчас на первой линии баррикад на эту тему борется? Главная корпорация добра Microsoft. Их стандарты Metro, которые они предлагают всем и вся. Любые учебные курсы. Они, кстати, единственные, кто чему-то нормальному учит. По сути, да. Они, пожалуйста, готовы интегрироваться в институт. Берите наших преподавателей. Будем вас учить, как делать дизайн. Будем учить ваших студентов. Все, пожалуйста. Мы готовы унифицировать, говорит Microsoft. Мы готовы унифицировать все. Мы уже понимаем, что важна не рамочка вокруг картиночки, а картиночка. Что такое Metro UI? Это четкое понимание того, что важна картиночка. Там красивый прямоугольный фрейм. Сделайте хорошую фотографию, говорим мы дизайнеры. Дизайнеры говорят, я не умею фотографировать. Мы говорим интернет-маркетологу, напиши хороший текст. Он говорит, я не умею писать хороший текст, я умею делать интернет-маркетинг. Мы говорим, сними, пожалуйста, какой-нибудь интересный клип, который кто-то будет смотреть. Мы говорим, не, 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 понимаете, я хорошо в совершенстве владею техникой. Камера. Я умею монтировать. Я не могу сделать интересный фильм. За интересным фильмом обращайтесь, пожалуйста, к фильммейкерам. Мы приходим к фильммейкеру. Фильмейкер говорит, все деньги. Сколько денег? Все деньги. Ну и господа, пункт номер 4, он там за креслом. Глобальная инфосеть, приходящая на смену интернет. Что такое глобальная инфосеть? Это просто наведение порядка в интернете. Весь интернет порочен по сути. Вы же понимаете, что это болезни роста, тиражированные на весь мир. Это создавалось как университетская база данных. Все же знают, да? Потом эта университетская база данных с какого-то перепугой резко начала расти руками миллионов криворуких специалистов. Каждый из которых в первую очередь гордится собственной креативностью и способностью делать не так, как все остальные. И усилиями вот этого естественного отбора мы считаем, что происходит эволюция. Нет, господа. Происходит накопление тупиковой ветки. Тупиковая ветка приходит к тому, что каждый сайт выглядит по-другому. Каждый коммуницирует одно и то же над другими словами. У нас появились такие чудесные услуги, как рерайтинг. Положение бессмысленных текстов, которые тиражируются с сайта на сайт путем изменения трех слов. У нас появились вариации на тему существующих дизайнов. Сотни амазоноподобных магазинов хуже, чем амазон. Да возьмите дизайн амазонов, успокойтесь уже. В чем проблема? Ну и появляется глобальная информационная сеть. Что такое глобальная информационная сеть? То же самое, но упорядоченная. Упорядоченная, унифицированная, удобная, как каталог в библиотеке. А на чем тогда деньги зарабатывать, господа? Первое, что попытаются сделать в течение ближайших трех лет, я просто жду. Вот когда? В следующем году или через следующем году пойдут разговоры на эту тему. Кто именно, Google или Facebook, будет претендовать на роль аккаунта как паспорта? Кто из них первый выкатит алгоритм, позволяющий проверять ваш аккаунт и хранить всю вашу информацию? Включая налоговый код, ну для Украины, чтобы было понятно, номер вашего одного документа, второго документа. Знаете, как это удобно? Вы знаете, сколько леммингов с удовольствием будет это делать? Это же идеально удобно, если ты со своего аккаунта покупаешь билет, он все про тебя знает. Ну, ты покупаешь, так сказать, услуги, он все про тебя знает. Ты заказываешь товары на дом, он делает тебе возможность автоматической повторной доставки аккаунтов вместо паспорта. Это четкая, понятная, стратегическая модель того, как мы можем еще немного позарабатывать деньги. В старой модели, не переходя к новой. Есть еще одна чудесная модель, которая позволяет нам сертифицировать бизнесы и выступать посредником по выполнению малых торговых операций. Facebook уже эту модель выкатывает и предлагает, давайте, заключайтесь, девочки, через нас, давайте мы авторизуем одну компанию, вторую компанию, и вы будете друг другу платить деньги, а мы будем подтверждать, что обе компании хорошие, мы будем следить, чтобы деньги не потерялись и никто никого не наколол. А фрилансерам этот механизм давно известен, только работает кривовато. Ну, так называемая безопасная сделка, но так как это все-таки сделано нашими честными людьми, которые хотят быстрые деньги, да, они не готовы, ну, получать две копеечки, они хотят получать много, быстро и ни за что. Это нормально. Поэтому немножко ждем. Виртуальность для работы, реальность для жизни. К чему сейчас последний писк технологий, который должен изменить мир? Какие технологии изменили нашу жизнь с вами? Да никакие. Мобильный телефон изменил нашу жизнь в лучшую сторону. Вы спокойнее себя стали чувствовать? Синдром менеджера уменьшился с того, как вы стали везде ходить с трубкой, по которой вас можно достать. У вас не появилось чудесной привычки отключать телефон, когда вы хотите отдохнуть? Вам разве не нравятся те места отпуска, в которых телефон не берет? Следующая чудесная технология, которая готова изменить нашу жизнь к лешему. Это виртуальная реальность, виртуальное присутствие. Это совмещение голографического сканирования, голографической проекции. Простой вариант, сложный вариант. Это, ну, мы надеваем Google Glasses, ну, все видели, да? И видим через Google Glasses рядом людей, которых рядом нет. Нет. А на самом деле это очень просто. А на самом деле в этом нет ничего сложного. А на самом деле где-то стоит камера, камера просто тебя пишет, простое приложение режет фон, ну, насколько это получается, и просто тебе в Augmented Reality, в измененной реальности накладывает тебе рядом этого человека со звуком. Что это нам дает? Это нам дает возможность организовать по-настоящему полноценные виртуальные офисы. Что такое по-настоящему полноценные виртуальные офисы? Это когда я могу напхать своей дуре-секретарше прям в лицо, а не письмом на email. Итак, мы начинаем организовать полноценные виртуальные офисы и узнаем следующее. Мы открываем глаза на страшную истину. Оказывается, работа-то нам всегда заменяет что? Жизнь. Она нам заменяет семью. Коллеги по работе для нас самые лучшие друзья. Тогда это успешный бизнес, тогда это успешная компания. Вот она самая сильная мотивация, вовсе не зарплата, которая держит людей на работе. Ах, как интересно. То есть нам бы с точки зрения корпоративного бизнеса выгодно, чтобы вы все были несчастны. Нам выгодно, чтобы у вас у всех не было нормальных семей, чтобы вы убегали от своей жены не к любовнице, а в офис. Это самая идеальная модель повышения продуктивности. Как интересно. А в виртуальный офис-то не убежишь? И вот становится чудесный вопрос, запускать технологию или не запускать. Я прям вижу страдания нефтяных корпораций, которые сидят и думают, запустить ли нам в массовое производство водородный двигатель или не запустить. Они сидят и прямо мучаются этой идеей. А не выпустить ли нам двигатель, при котором машина будет ездить на воде? Хорошая идея для бизнеса с точки зрения нефтяников, я считаю. И вот и, собственно говоря, большинство сильных мира сего сидит, знаете ли, так сказать, и думает, запустить ли нам технологии виртуального присутствия, чтобы люди смогли убежать из офисного рабства или не запускать. Запустить или не запускать. А черт, какой сложный выбор. Но, с другой стороны, есть деньги. Помните, я все про технологии, про технологии, ни слова про людей, но есть деньги. А деньги, знаете, бизнес. Деньги — это бизнес. А бизнес, знаете, что говорит? Бизнес говорит, хочу меньше платить. За что мы фрилансеров любим? Особенно фрилансеров из Беларуси. За то, что вы все, что угодно делаете за 30 долларов. Итак, господа хорошие. Значит, за что мы любим фрилансеров? За то, что мы очень хотим минимизировать... А вы половину моего текста не видите, потому что тут не оптимизировано под мою широкоэкранную презентацию, извините. Бизнес хочет минимизировать косты на стаффе, и бизнес хочет экономить на офисе. На самом деле, для многих бизнесов экономия на стаффе и на офисе, для любого информационного бизнеса, это и есть 90% затрат. Это стафф и офис. Приятно экономить на стаффе и офисе. И бизнес говорит, хочу меньше денег платить в зарплатах, хочу очень меньше денег платить за офис, но при этом хочу, чтобы продуктивность труда была выше, комфорт для работников был выше, и чтобы все считали, что они в раю. Как это сделать? Очень просто. Выносим офисы. Подальше. В Таиланд выносим офисы. Выносим офисы... Выносим офисы в реконструированные села, которые реконструировать две копейки стоят, где есть все, о чем мы мечтаем годами, где есть рассветы и закаты, где есть водопадики, озера с рыбкой, помидорки с грядки, милая женщина-повар, которая вам готовит обеды. И, кстати, все это есть в нашем инспайровском офисе, который уже давно расположен за городом. Но самое важное, мы не можем вынести туда офисы. Мы не можем вынести туда даже несколько человек, и мы не можем дать им самое главное. Вы же понимаете, что мы можем там дать жилье. Но не в офисе, рядом с офисом мы можем целые поселки такие строить, в которых люди будут жить, и они будут в город приезжать для удовольствия. Мы можем это им все дать. Но что нас сдерживает? Мы хотим видеть их честные лица за столом переговоров, но не хотим к ним ездить и не хотим их возить. Если это веточка развития, когда появляются технологии виртуального присутствия, наступает следующий тренд – деурбанизация. У вас не хватает двух букв моментальная. Господа, что вы думаете? Люди, которые работают в Москве, обожают Москву. Они просыпаются каждое утро и поют «Москва, мой город родной». Они каждое утро два с половиной часа на работу едут. И два с половиной часа с работы. Они поэтому и записывают твиттер-то весь вдоль и поперек, потому что им заняться-то больше нечем. Пиковое-то время твиттера на пробке припадает. Как только появляется возможность драпнуть из мегаполиса, при этом сохранив свое место работы с финансированием, начинается массовая деурбанизация, массовый отток людей за пределы городов и признанных бизнес-центров. Бизнес-центров в не смысле зданий, а бизнес-центров в смысле географических бизнес-центров. Начинается рассредоточение, начинается резкий рост и развитие села. Но совершенно другого села происходит страшная вещь. В села начинают приезжать образованные люди. С этими вашими интернетами. И в этот момент времени, значит, мы уже запустили технологии виртуального присутствия, мы уже все начинаем расползаться по городам и весям. И в этот момент до сильных мира сего наконец доходит, ребят, прикольная перспективная технология. Как и интернет, который, помните, был совершенно некрасивый. Помните первый допотопный интернет, который был для работы, да? Он был некрасивый. И технологии виртуального присутствия первые тоже будут некрасивые. Они будут такие, ну, простые, понятные, такие серенькие, очевидные, чтобы ничего от работы не отвлекало. И в этот момент мы с белым нашим, извините, не с белым, с красным нашим флагом рекламиста приходим и говорим, господа, давайте использовать виртуальность для рекламы. А давайте теперь тут насрем. Они оттуда сбежали, а мы тут развернемся. Давайте будем делать интерактивные фильмы, в которых ты можешь взаимодействовать. И ты, значит, вбегаешь в этот фильм, и ты там, значит, вместо главного героя вспомнить все. Игро-маркетинг, давайте совмещать. Знаете, одно из основных направлений теории конвергенции в современных медиа – это смешение игр с фильмами. Создание таким образом интерактивных фильмов, в которых ты участвуешь. И, наконец, до нас доходит самое главное. До нас доходит самое главное. За что люди чаще всего платят деньги? Люди платят деньги за отдых. Они платят деньги за отдых, который называется «хочу что-то посмотреть». И тогда мы понимаем, надо продавать и раздавать бесплатно вместо рекламных роликов туристические иллюзии. Возможность прогуляться по Милану. Возможность проплыть на лодочке с гондольером по Венеции. Возможность посетить давно разрушенный город. Когда у нас технологии виртуального присутствия прокачиваются, рекламисты делают за нас последнее. Они доводят качество виртуальной картинки до качества реальной картинки. Потому что они считают, что таким образом они сейчас опять заработают много денег. Что они будут предлагать людям виртуальные экскурсии в музеи их брендов. Где там будут картины Леонардо Ди Каприо и Леонардо да Винчи, написанные специально для этого бренда. И так далее, и тому подобное. Что происходит дальше? И в этот момент происходит самое главное, господа. Всеобщая усталость от веба. Потому что веб у тебя каждый день на работе. Потому что у тебя виртуальное присутствие каждый день на трех совещаниях. Потому что у тебя даже холодильник подключен к интернету. И сам оттуда продукты заказывает. И мелодичным таким голосом с тобой разговаривает. Путро. Знаете, как в том чудесном анекдоте. Вы уж меня извините за ненормативную лексику, но я и дальше продолжать буду. Знаете, как сидит мужик на берегу реки, ловит рыбку. Выпрыгивает из реки жаба. И говорит ему, добрый день. Он думает, ой, черт, перебрал вчера на припати. Спасибо, Кэп. Нельзя было так. Хорошая сегодня погода, не правда ли? Такой думает, ой, накрыло. Он говорит, да, хорошая. А как вас зовут? Николай Иванович. Все замолчало. Десять минут молчит, двадцать минут молчит. Мы же думаем, все, отпустила. Нормально. Тут из реки выпрыгивает вторая жаба. И говорит, добрый день. Он думает, чипона моя. А первая жаба такая, нахер пошла. Правильно я говорю, Николай Иванович? И то же самое начинаем делать все мы. Мы говорим, правильно я говорю, Николай Иванович. И у нас появляется интересный тренд. Если еще вчера нам очень нравилась free Wi-Fi zone, то нам начинает очень нравиться Wi-Fi free zone. И мы стремимся больше времени проводить за пределами сети. Мы начинаем потихоньку понимать, как личности, как люди, что нам гораздо важнее искреннее, живое, настоящее общение с теми людьми, которые рядом с нами. И что в этот момент начинает происходить? Начинается новый ренессанс. Возвращение искреннего искусства. Почему искреннее искусство сдало свои позиции за последние сто лет резко? Куда делись нормальные театры? Куда делись поэты? Барды, ну настоящие. Куда делись хорошие поэты просто? Куда делись хорошие книги? Я вам скажу, куда они делись. Они отброшены временно за ненадобностью, потому что они немасштабируемы. Бизнесу неинтересно инвестировать в немасштабируемые процессы. Если я выразился понятным языком. Для дизайнеров с художественным образованием могу перевести. Бизнес не хочет вкладывать в то, что нельзя скопировать и легко повторить, и быстро заменить. В солистку в Виагре поменять одну на другую легко и просто, и можно сделать в течение одной недели. А вот Высоцкого заменить крайне сложно. В бизнес-проекте песни Высоцкого крайне сложно кем-то заменить Высоцкого. Поэтому искренне искусственно неинтересно до тех пор, пока мы снова не открываем свой на него запрос. Когда мы снова не говорим, а мы хотим театры, а мы хотим настоящую музыку, а мы хотим нормальное искусство. И у нас есть такая потенциальная светлая перспектива – возвращение искреннего искусства. Но самое главное, к чему приводится, поставьте то, что я только что сказал. Итак, мы живем в небольших городах. Города очень приятно обустроены, но без всякого этого стекла и бетона, потому что в них нет офисов. Ну, зачем они нужны? То есть технология виртуального присутствия позволяет практически каждому работать со своего отдельного кабинета дома. Можно собираться в какие-то каворкинги в центре города, собраться, посидеть, потусоваться, пообщаться. Можно выйти на вирчуал, можно куда-то слетать. Ну, разные вещи можно сделать. Итак, мы живем в небольших городах. В небольших городах какое свойство? Мы все всех знаем. Мы отбрасываем общение через социальные сети почти моментально, потому что у каждой фирмы своя собственная социальная сеть. Вы же понимаете, что первое, что появляется, это то, что нам сегодня предлагал уважаемый коллега из «Много планировать» компания. Или «Круто планировать», не помню. Вот из «Круто планировать» нам предлагают социальную сеть построить для предприятия, и вы этой социальной сети будете чатиться с утра до вечера. Естественно, от Фейсбука тошнить начинает автоматически в этот момент времени. И мы начинаем заменять это общение на общение личное. Итак, мы, значит, с вами сидим посреди города, маленького, небольшого, всех там знаем и предпочитаем с ними лично общаться. А это что за общественная модель, господа? А это модель средневековья. Это модель, когда снова резко прыгает вверх ценность личности каждой. И полностью меняется структура организации общества. И только попробуй что-то сказать о своем молочнике. Ты же, чучело, вообще ничего, кроме как на Руби писать не умеешь. Сидеть тебе без молока до скончания века. И детям твоим. И мы попадаем в Digital Middle Ages, как я это для себя называю. Светлое ли это будущее? В любом из двух возможных сценариев я могу достаточно трезво сказать, что нам с вами в этом прекрасном будущем места нет. Потому что интерфейсы рисовать там не надо, дизайны там создавать не надо, программить там надо, но в гораздо меньшей степени. Потому что мы вместо того, чтобы клонировать и плодить одни и те же похожие друг на друга решения, на самом деле дорабатываем и развиваем существующее. Это резкий скачок вверх науки. Я все жду, когда уже наконец нормальные полноценные научные центры, software development, нейронные инженерии и всего прочего будут построены. Господа, они будут. Наука не сдалась. Наука просто переживает шок от того, что долгое время ее инструменты классические не были никому нужны. Я этому говорю как человек от науки. Я, слава тебе, господи, человек с нормальным научным образованием, с кандидатской диссертацией, со 180 публикациями, с научным аппаратом. Наука есть. Она просто пока что чувствует, что она не очень востребована, но через одно, через два поколения та же самая всем известная научная школа, классическая, хорошая, возвращается уже в новых потребностях. Причем там она уже вернулась. У нас пока нет. Но и нас это ждет на самом деле. Но что происходит? Какие две перспективы? Первый сценарий, очень позитивный, который я вам сейчас рассказал. На мой взгляд, он очень хороший. Это деурбанизация. Это виртуальные офисы. Это ренессанс. Это новое средневековье. Это снова возрастает ценность личности. И самое главное, мир глобализован чем? Мир глобализован сотрудничеством. То есть есть специалисты, есть эксперты, они друг друга уважают, они друг для друга цены, они таким образом объединяют мир. Мир объединен миллионами личностей, которые коммуницируют друг с другом. Но тогда, господа, сеть это рабочий инструмент. Потому что нас от него тошнит. Мы в этой сети проводим каждый рабочий день. Нас реально от этого инструмента тошнит, и мы к нему начинаем предъявлять те требования, благодаря которым сеть эволюционирует, в рабочий инструмент. Чистенький, ровненький, аккуратненький, удобненький. И это совсем не тот интернет, который мы знаем. И если вы немножко подумаете, вы поймете, какая наша в нем роль, о чем мы в нем можем создавать. Почти ничего. Ну, очень мало что. И функционал там, соответственно. И наполнение там, соответственно. Но, ребята, если вам не нравится этот сценарий, если вы хотите остаться при деньгах и при работе, всегда можно рассмотреть сценарий B. А сценарий B очевидный тот, к которому мы, как думаем, сейчас идем. Глобализация, общество потребления. На весь мир существует всего 2-3 суперкорпорации, которые производят все. И вы же на них же все и работаете. И это простая, логически понятная структура. Когда ты же сам же делаешь, ты же сам же покупаешь, ты же сам же за это и переплачиваешь. Но, господа, в таких условиях, посмотрите на Россию, посмотрите на Китай. Вот эту самую супердержаву с глобальной корпорацией, которая называется государство. Посмотрите внимательно. Сеть – это фактор риска. В таких условиях сеть, любая, любая возможность свободно обмениваться мыслями и знаниями – это фактор риска. Его необходимо либо приручить, то есть полностью сделать его полностью ложным, исказить его до предела. Либо лучше просто устранить, просто уничтожить. Сказать, что это никому не надо. Так что, куда, господа, не крути, да? Но классический интернет в течение следующих пяти лет начнет сдавать свои позиции. В течение следующих пяти лет, с моей точки зрения, ожидает конкретный хаос, конкретный хаос, сбой инфраструктуры, мощный сбой инфраструктуры. Страшное ощущение того, что все мои фоточки на фейсбуке более недоступны. И тому подобные чудесные вещи. И в течение следующих пяти лет рождение совершенно нового концепта. И этот концепт либо про работу и про сближение людей по сферам интересов, либо про контроль. И в том и в том случае это другая инфраструктура. И в том и в том случае это глобальная унификация. И в том и в том случае это совершенно иной подход. Это подход предиктивный, а не адаптивный. Подход безусловно семантический, а не оптимизаторский. Это подход интерфейсный, а не дизайнерский. То есть это совершенно иная среда. С чем я вас не то поздравляю, не то я вам сильно сочувствую. Нам очень нужен дизайнер. Спасибо за внимание.